Валерий Седов Губернатор Рязанской области Николай Любимов с 20 февраля ввел в регионе режим повышенной готовности, связанный с возможным прибытием беженцев с Донбасса. О готовности принять беженцев Николай Любимов заявил накануне. Уже определены пункты временного размещения. Всего их будет 13. Для приезда беженцев с Донбасса и Луганска в Рязанской области готово все. Ну или практически все. Пункты временного размещения развернуты в Сасово, Касимове, в поселке Солоча, в Рязанском, Спасском, Рыбновском районах. Всего их 13. В самой Рязани таких мест будет 5. Это Рязанский институт развития образования, Академия единоборств, ЦСКА, Академия тенниса имени Озерова и спортивная школа дворца спорта Олимпийский. Пункты обустроят с соблюдением всех противоэпидемических мер, установят видеокамеры. Для прибывших организуют горячее питание и предоставят им предметы первой необходимости. Кроме того, как пишут региональные СМИ, предусмотрено 800 рублей суточных для каждого беженца. Деньги, правда, направят учреждениям, на базе которых обустроены пункты временного пребывания людей. Профильным министерствам совместно с представителями малого и среднего бизнеса дано поручение проработать вопросы предоставления временных работ, жилья, поставок продовольствия, а также оказания финансовой поддержки эвакуированным. Пока что в списке регионов, куда беженцев направляют в первую очередь, Рязанской области нет, но они могут приехать в любой момент в случае дальнейшей эскалации конфликта на их родине. Жители верхних этажей на улице Мервинской, 18, уже несколько лет страдают из-за протекающей кровли. В этом году вода сошла уже до седьмого этажа. Управляющие компании заявили, что текущие работы они выполняют вовремя. А вот капитального ремонта кровля требует уже давно. Мы с утра вышли, обычно след подключаем в плане экономии. Все вот залито тоже до сих пор. Для жителей Мервинской, 18, такой потоп уже дело привычное. Ежегодно весной льет с потолка уже без малого лет 10. Дому более 25 лет. Но кровлю капитально не чинили ни разу, говорят местные. У нас протекает в тамборе, протекает на лестничной площадке с крыши. На крыше вообще безобразие. Леневка забитая. ЖЭУ вообще не работает. Мы звоним постоянно и говорят, что все начальство знают, все придут, сделают, никого нет. У меня вот в том году был такой вопрос, что у меня в зале, в общем, и во всех комнатах было вообще, там чернота была, угол черный. И в итоге, что пришлось обращаться в суд. А еще с управляющей компанией здесь принято разговаривать только через суд. Именно так, заявляет Антонина Бражник, удалось вернуть деньги за испорченный свежий ремонт. Мы в этом доме живем 27 лет. И 27 лет мы страдаем вот от этого безобразия. Постоянно заливают, шахта развалена. Один раз горели, у нас был замоками электропроводки. И до сих, вот сейчас потоп, и мы сидим три дня без света в квартире. Впрочем, по словам главного инженера, обслуживающей организации ЖО-8, экспертизу крыши сделали еще в 15-м году. И сейчас, по закону, жильцы должны сами настаивать на сокращение сроков капитального ремонта. Пока что он светит лишь в 32-м. Текущий ремонт мы производим, но состояние самой бетонной разуклонки, на которую первый слой уложен, она в отвратительную состояние. Ну, сами поймите, 30 лет. Если мы возьмем строительные нормы, эффективная эксплуатация 10 лет. То есть капремонтов минимум 3 должно было быть. А текущим ремонтом, ну, сами поймите, во-первых, объем не охватить. В ближайшее время в управляющей компании обещают провести собрание собственников, где выберут главного активиста, который и будет добиваться переноса сроков капитального ремонта крыши. А пока жильцам предлагают запастись терпением и чаще менять и выжимать тряпки. Герман Гущин, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город». В ежедневной статистике госавтоинспекции есть графа о количестве пьяных водителей. И практически не было ни дня, чтобы она пустовала. Их задерживают постоянно. Регистратор в салоне авто ДПС снимает обычный день обычного патруля. Точнее, таким он бывает редко. Вот, например, белая Киа. Внимание автоинспекторов она привлекает не просто так. После остановки водитель ведет себя необычно. На месте стоит не твердо, походка неуверенная, а изо рта пахнет алкоголем. Предложи не проехать на освидетельствование. Как водитель не пытался лукавить, обмануть прибор у него не вышло. Обычно штраф от 30 тысяч и лишение прав. Это если попался в первый раз. Полицейские отстранили данного водителя от управления транспортным средством. Проверив водителя по базам данным, сотрудники госавтоинспекции обнаружили, что уже в январе 2021 года данный водитель уже привлекался за то, что управлял транспортным средством в состоянии опьянения. И в настоящее время он лишен водительского удостоверения сроком на 21 месяц. Теперь мужчине грозит уголовная статья. Плюс штраф до 300 тысяч рублей и принудительные работы. Но самое суровое здесь, конечно, лишение свободы на срок до двух лет. В пятницу, субботу и воскресенье суммарно за эти три дня инспектора остановили 36 водителей в состоянии опьянения. По новым правилам от медосвидетельствования по-прежнему можно отказаться. Правда, наказывается это теперь лишением прав. Управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения это самое серьезное нарушение правил дорожного движения. К сожалению, зачастую подобные нарушения приводят к дорожно-транспортным происшествиям с тяжкими последствиями. Так, по итогам прошлого года, с участием водителем, которые управляли в нетрезвом состоянии, произошло 166 дорожно-транспортных происшествий, в результате которых 45 человек погибли и около 200 получили травмы различной степени тяжести. Рейды по пьяным водителям для госавтоинспекции сегодня обычное дело. К тому же, сами сотрудники ДПС могут остановить подозрительный автомобиль во время патрулирования. Поэтому, как быть, после празднования добраться до дома на такси или же стать добычей патруля ДПС, решайте для себя сами. Валерий Седов, Дмитрий Ефимов. Телекомпания. Город. Экскурсоводы познакомят вас с экспозицией музея и расскажут об истории города. Они знают множество интересных фактов и с удовольствием ими делятся. Экскурсовод может работать в музеях и туристических агентствах, проводить вас по выставкам и экспозициям, городским достопримечательностям, архитектурным сооружениям. Всемирный день экскурсовода отмечают каждый год 21 февраля. С одним из них, пожалуй, самым известным в Рязани встретилась и наша съемочная группа. Ксения родилась и росла не в Рязани. Уроженка Пскова. Город и даже область она знает лучше, чем многие коренные жители. И сегодня Ксения Поначева – двигатель внутреннего туризма в регионе. Пришла идея показывать такие интересные места, которые в традиционные маршруты не включены. Понятно, что у нас Кремль есть, Константиново, Солочи. Те места, куда ездят люди. И без меня. Но есть места, которые интересны, скажем так, специфическим туристам, людям, которые увлечены историей очень глубоко. Учитель географии по образованию Ксения сегодня создатель туристско-образовательного проекта «Я вам покажу». Ее авторские маршруты продуманы до мелочей, логистика спланирована, и каждая экскурсия – новая, неизвестная история, нежно любимая автором. Если говорить именно о Рязани, то моя любимая экскурсия – это улочки-закоулки. Она такая очень душевная всегда получается, очень интересные объекты в нее включены. Это и старейшие рязанские храмы, и несколько зданий гражданской архитектуры, которые можно назвать самыми-самыми старыми у нас. И она такая длительная, два с половиной, три часа мы иногда ходим. Вот бывает, что заканчиваем уже прямо в темноте. Ксения проводит около десяти авторских экскурсий в области, столько же по городу. И группы иногда превышают полсотни человек. В Псков Ксения ездит в отпуск. И признается, что там сама берет экскурсии, потому что знает о родном городе гораздо меньше, чем о Рязани. Марина Романюк, Дмитрий Ефимов, телекомпания «Город». QR-код теперь можно получить не только после вакцинации. С 21 февраля ковид-сертификат выдают на основании положительного теста на антитела коронавирусу. Сертификат можно будет получить в течение трех недель и с момента подачи заявления на госуслугах. Количество антител при этом учитывать не будут. Важен сам факт их наличия. Такой QR-код будет действовать в течение полугода с момента получения теста на антитела. Напомним, раньше QR-код могли оформить только привитые и переболевшие, а также те, кто получил медицинский отвод от вакцинации. Приказ об изменении условий получения ковид-сертификата в начале февраля опубликовал Минздрав. Самого сильного человека выбрали выходные на открытом Кубке города Рязань-Касапузе по пауэрлифтингу, силовому двоеборью и народному жиму. Настоящие русские богатыри соревновались два дня. Результаты состязаний в нашем следующем сюжете. Силовой экстрим, помимо спортивной составляющей, еще и очень зрелищен. Выступление спортсменов становится настоящим шоу. В Рязани такие мероприятия редкость. Уникальное мероприятие по меркам Рязани – соревнования по силовому экстриму. Последние соревнования, которые проходили в Рязани по силовому экстриму, были очень давно. Они проходили на площади Победы. И организатором тогда был всем известный Владимир Торчинский. С тех пор никаких мероприятий не проходило. Мы как организаторы решили вернуть данный вид спорта в календарь событий Рязани и Рязанской области. Донести до людей то, что еще есть бухгалтери на земле русской. Мероприятие скорее носило любительский формат. Организаторы специально подобрали веса таким образом, чтобы любой человек со спортивной подготовкой сумел попробовать свои силы и поучаствовать. Среди участников тяжелоатлеты, пауэрлифтеры, армрестлеры и другие представители силовых направлений. Здесь сохраняется, помимо всего прочего, борьба не только с весом самого снаряда, но и борьба именно конкурентная в плане того, что спортсмены будут выступать парами. Они будут видеть друг друга, кто сколько выполнил, тем самым заряжаться этой энергией и все-таки побеждать, двигаться, развивать свой характер, развиваться в физическом плане и достигать каких-то результатов. Упражнения известны всем силовым спортсменам. Это становая тяга на разы из пауэрлифтинга, подъем гантели одной рукой. Упражнения пул-пуш. Спортсмены толкают деревянное бревно. Упражнения фермерская прогулка, визитная карточка силового экстрима. Это, скажем так, прикладное искусство, демонстрирующее способность спортсмена взять большой вес и перенести его на какое-то расстояние. Мериться силами приехали спортсмены из Москвы, Белгорода и других городов. Два упражнения я, честно сказать, завалил, проиграл, остальные три выиграл. Ребята сильные, молодцы. Неожиданностью стало, что я, грубо говоря, тоже рекордсмен России во многих упражнениях и проиграл два упражнения из них. Ребята сильные, молодцы. Для большинства спорт скорее хобби, серьезное увлечение. Допустим, победитель – сотрудник полиции из Москвы. На самом деле очень тяжело. Готовился на износ, честно. То есть выжимал из себя максимум, потому что сроки поджимали. Это во-первых. Во-вторых, победа далась очень сложно. Я недоволен, наверное, четырьмя, может даже пятью упражнениями, которые я провел. Это не мой максимум. И, ну, хотелось бы немножко, конечно, улучшить свои результаты. Совершенству действительно нет предела. Требовательность к себе – залог развития и успеха для организаторов в том числе. Подобные турниры не только поднимают настроение, но и боевой дух, как участников, так и зрителей. В тройке победителей в весовой категории до 90 кг – белгородский спортсмен Никита Меркер, Владлен Валяев из Брянска и Артем Кокарев из Воронежа. Свыше 90 кг – москвич Александр Ромазанов, Дмитрий Хвостенко из Ямальского автономного округа, Максим Калинин из Саратова. Это были все новости на данный момент. Еще больше информации вы сможете узнать на нашем сайте город62.тв и в группе в социальных сетях. А на этом я с вами прощаюсь. Хорошего вам вечера и спокойных новостей. До встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова